Всем привет! Это финальный выпуск Шипачев на репите. Ведь вчера Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мазякина по набранным очкам. 929 баллов теперь у Вадима Шипачева. И если достижение Сергея Мазякина нам казалось вечным, то я не знаю, каким будет казаться достижение Вадима Шипачева. Тем более, что он еще может больше очков набрать. Сделал он это в Череповце, в родном городе. Мне кажется, очень символично, что, скорее всего, на арене была и его семья, мама, другие родственники. Возможно, одноклассники. И вот установить новый рекорд КХЛ, который будет держаться долгие годы на глазах у людей, которые помнят себя еще ребенком, мне кажется, это прям особенно. Да, это по-настоящему особенно. Мы констатируем, что и рекорд по количеству матчей, и рекорд по набранным баллам Вадим Шипачев установил именно в Минском Динамо. Шипачев делает разницу. А давайте мы посмотрим, как же он установил новый рекорд по очкам в КХЛ. Его голевая передача на Вадима Мороза. Довольно гудят трибуны, но суди не разделяют этих настроений, пока у них не было поводов вступать в игру. Это гол! Шайба в воротах. Это Вадим Мороз. Но главное здесь не это. Главное здесь то, что Вадим Шипачев начал эту атаку. А это значит, что рекорд континентальной хоккейной лиги теперь уже однозначно побит. Прекрасно начало атаки, где Милош находит продолжение атаки на Вадима Шипачева. И Шипачев без обработки шайбы отдает пас на Вадима Мороза в центр между двух игроков Северстали. И здорово Вадим, тезка Шипачева, поражает ворота Котишев. Снова мы будем говорить о том, что скорость принятия решений, она, безусловно, решает хоккей. И в этом эпизоде Шипачев снова показал, как быстро нужно учиться оценивать ситуацию и принимать верные решения. Опытный игрок, конечно, он посмотрел, оценил обстановку еще перед тем, как подойти к шайбе. И когда она уже оказалась у него на клюшке, все, у Шипачев было готово решение, которое и принесло, собственно, результат. Да, буквально 1-2 секунды промедления и, возможно, шайба в каком-то Северстале была бы уже отобрана. Но вот за счет того, что Вадим, как ты говоришь, принял решение еще до принятия шайбы, это и сработало, и дало возможность Вадиму Морозу проскочить между двух игроков Северстали. Ну и Мороза тоже давай отметим. Его прекрасный бросок тоже без обработки. Он здорово подстроился, чуть-чуть подсел под шайбу и классно под перекладину с близкого расстояния отправил ее, ну, без шансов для шостока. Да, хорошая такая рабочая и красивая шайба от всего звена, потому что, в принципе, вся пятерка поучаствовала в этом голе. Ну и, конечно, отдельным акцентом мы ставим на Шипачеву, который отдал ту финальную передачу на Вадима Мороза. И это уже, кстати, не первый раз Мороз забрасывает именно после паса Шипачева. И стоп. Вот здесь, да, мы видим, что, во-первых, ребята здорово сработали на синей линии. Вадим Мороз задержался в центре между двух игроков Северстали, чтобы не вскочить в первом без шайбы. И Шипачев, который уже принимая пас от Милоша, уже видит, да, периферическим зрением, что открывается Мороз. Так, с тем самым разрезает оборону Северстали. Ну и в такой день мы, конечно, не могли обойти стороной Вадима Шипачева и не могли не поговорить с ним. Слово рекордсмену. Ну, на самом деле, спасибо, да, за поздравление. Но проиграла команда, да, мы уже две подряд проигрываем. Настроение не очень хорошее, мягко говоря. И понимаем ту ответственность, которая на нас лежит, на всей команде и на каждом игроке в частности. И, ну, очень плохой результат. Сейчас будем разговаривать, общаться. Есть шанс с Нижним выиграть и более-менее, хоть с более-менее настроением поехать в Минск. А по поводу рекорда, ну, конечно, приятно бить рекорды. Сегодня Северсталь сделала перед началом игры. Так поздравили, и маму поздравили, и тренера первого на сбрасывание вывели. Ну, классно сделали, болельщики скандировали. Молодцы, очень приятно, конечно, что дома, где я начинал играть в хоккей, побил этот исторический рекорд. И, ну, как бы в душе очень все приятно, но пока еще не осознал это, пока мы проиграли Северсталь. Это, ну, такое, сейчас пока не будет у меня улыбок и радости, как бы, ну, такое. Завтра, может быть, осознаю это все и будет немножко повеселее. Такие грандиозные события, и там, конечно, Динамо сделала такие интересные штуковины. И, конечно, я благодарен, я уже там позвонил и сказал всем спасибо и руководству, и маркетинговому отделу, кто это организовал. Это, ну, великолепно, прям там слезы наворачивались, стоял, еле сдерживался. И мама, и там, и семья, конечно, все в шоке от такого, от такой организации. Ну, такого не мог представить, что так вот круто можно сделать. Спасибо, Вадима. Еще раз констатируем, что два рекорда и по количеству матчей, и по количеству набранных баллов установлены в Минском Динамо. И наш клуб вписывает себя в историю континентальной хоккейной лиги. Мы благодарим вас, друзья, за то, что вы смотрели все выпуски рубрики «Шипачев на репите». Обязательно поставьте лайк заключительному выпуску. Напишите в комментариях чего-нибудь приятного для Вадима Шипачева. Все-таки это большой человек для сильнейшей лиги Европы, и он ставит выдающееся достижение, которое будет держаться многие годы, именно в Минском Динамо. Он делает разницу здесь, а мы говорим вам еще раз спасибо и до новых встреч. Всем пока. Болеем за Динамо.